всем доброе утро я уже марафет навела пойду сейчас по центру гулять по магазинам хочу себе тоже голубую на лето знаете чтобы не тенями ничем не краситься подводки какого бы качества они не были но может быть если только водостойки вся отпечатываются у меня на века не навесной века поэтому отпечатывается у меня от кику есть одна подводка вообще такая херня от мэйбелин есть другая подводка и тоже она представляете сейчас как потею отпечатывается поэтому но если тенями накраситься то нет хочу голубую тушь и может быть подводку какой-нибудь цветную пускают пить о карандашах вообще молчу и вот хочу пойти посмотреть завтрак себе не буду готовить у меня со вчерашнего дня остался яичница я делала из трех яиц ну вот одно яйцо осталось ну с овощами лук морковь он лук перец и бар 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 болгарский и помидоры и кусок кусочек съем вот этого пирога он обалденно вкусный это который я в лидоле брала его просто размораживаешь и все вот мы вчера съели по кусочку надо его доедать и вот сейчас себе отрежу кусок и буду есть а это я достала на сегодня хочу курицу купить вот в таком соусе очень вкусный кстати я уже как-то раз готовила вот и получается прям и рис отварю и будет вот такой вот шикарный обед и на завтра буду овощи делать и сниму вам рецептик смотрите какие шикарные помидоры но они уже прям спелы-спелы только для гаспачо ну не знаю наверное опять сегодня буду их жарить чтобы они не пропали так что вот такие у нас планы на сегодня будем гулять это у меня тут спаржа просто на сухой сковородке делается это вот я купила индейку делаю тут у меня уже жидкость вот это вот который соус будет тут у меня рейс варится вообще очень удобно там и варить его не мешать ничего не надо и рассыпчатый такой получается вообще обалденный вот и вот так вот все у нас сейчас будет вкусняшки масло почти смотрите не добавляю я масло не люблю поэтому так для вида и за одну посуду мой муж вчера не вымыл мне посуду да мало было мы вчера же дома почти не ели или не ели сама помою и вот так вот потом покажу вам купила кое-что смотрите какой рис получается он как бы варится на пару узнаете и такой хороший вот это вот рис обычный и вот так вот в это вот чашечки он варится очень классно сейчас добавлю туда мою подливочку в спаржу и буду есть и всем приятного аппетита у меня сегодня день на кухне целый день я уже третий раз жарю помидор представляете вот этот наполняя прям вот под спать ну целый да а получается вот такая вот коробочка тут была половина муж уже сожрал половину он говорит это же говорит это остатки него какие остатки я еще варю пипец и вот еще надо из этих сварить немного оставить на гаспачо вот эти доделать черные которые были помидоры дети из них получается в общем чтобы все впрок было сейчас часть обязательно ну благо знаете мне только не только их помыть порезать на две части и туда закинуть и вот 40 минут они у меня там варятся видите какой красный блин тянет горячий томатная паста кетчуп соль добавляю масло оливковое и все и жарю и вместо кетчупа подойдет муж любит я помидоры не очень люблю но знаете допустим с макаронами лучше такой вот собственные мне уже в морозилке лежит пару коробочек вот так что все впрок я вообще еду стараюсь не выбрасывать поэтому поэтому чтобы вижу они уже совсем совпаспели надо их замутить помешать чай сейчас дай говорю и пойдем с чарли гулять на улицу сегодня утром с ним не гуляла и бы выбежала а кстати про банк сейчас вам расскажу прикол в банк в общем ходила для того чтобы возвратить эти деньги нужно там так столько бумаг перечислить чтобы один банк позвонил другому а тот банк позвонил хозяину этого счета я говорю легче я сама ему позвоню и скажу что я ему заплатил за два месяца и все и пускай это как говорится какая разница все равно в следующем месяце платить ну я просто узнала она посмотрела ну женщина говорит нет ничего нельзя сделать потому что банк уже их как бы перечислил но она знаете как если бы я сегодня из перечислил и пошла бегом бегом то еще может быть успела бы а так как я вчера то есть они утром уже эту операцию привели ну ничего страшного говорить все равно платить я какая разница ну в следующем году не заплачу ой году месяца не заплачу меньше будет платить ой марусь и вообще два раза она говорит а ты чё через интернет я говорю ну да у меня чё-то интернет типа это медленно шоу я думала что я не нажала ну я еще раз повторил операцию хорошо хоть не третий раз а то знаете могла бы третий раз повторить а чё блин бог любит троицу ой не могу смех и грех хорошо хоть не миллионы а то представляете но не с большими суммами я конечно вела себя поаккуратнее а вот но с кем не бывает бывает и такое пойду чай попью пока у меня там варится сейчас это сварится и еще раз загружу пипец томатный день я только домой пришла мы гуляли такая жарище на улице стоит пипец я вся мокрая сейчас в душ пойду ну и хотела вам показать купила вот такой тушь этот лореаль голубая голубая луна голубая она вроде неплохая но посмотрим как почему-то всем цветные туши ну как-то не кстати ну ладно не очень скажем так ну не знаю черный лучше почему не знаю вот такая у нее кисточка обычная пахнет дешево кстати запах дешевый завтра в накрашусь посмотрю и вот такую подводку купила это от римель или римель как хотите водостойкая смотрите но прикол сейчас вам покажу какая она водостойка сейчас в общем на руку вот так кстати колпачок такой большой а там всего вот тут немножко то не фломастер но но вот это вот как часть который рисует очень хорошие в общем рисуем на руке так тема и рука и посмотрим какая она водостойкая рисует она кстати классно видите тоже завтра посмотрю сейчас она высохнет минутки две и посмотрим какая она насколько она водостойкая я уже знаю насколько она водостойкая часто вам покажу еще купила себе вот такие белые макосины я искал у меня были красные я их выбросил только что мне их было жалко купила белые удобные я хочу такого чтобы удобного надел и пошел вот даже размазалась я не успела высохнуть в общем смотрите водостойкая это у меня салфетка влажная вода обычная салфетка и вода смотрите водостойкая это подводка ой какая водостойкая офигеть как долго она стирается не столько труда предоставила стереть ее это пипец какой-то вот водостойкая написано видите 24 часа он зачем людей обманывать я не понимаю вот она вся обычная салфетка водой намочила но я-то знаете как делал вот так но я же перед вами как-то мне неудобно так делать поэтому я все кулютурно захотела сделать думаю салфетку намочу все как надо а я не могу и смех и грех вообще пойти и сказать написано водостойкая вот плавать хотела с ней и чего ну да ладно я не плавать я просто как вам вчера говорила что они же все час от жары вот тут наверху отпечатываются ну думала возьму водостойку и хоть ее хрен знает как отмоешь но по идее то правильно но оказалось и легко ладно пойду сейчас сделать овощи варить и вам покажу как это делаю я приготовила все овощи картошка помидор стручковый фасоль лук спаржа и брюссельская капуста ну и теперь все это выкладывать нужно слоями вы знаете сестра это рецепт сестры мужа она делает всего лишь из картошки лука помидор и фасоли стручковой то есть вот это вот брюссельская капуста и спаржа мне обязательно можно и без нее и теперь берем кастрюлю у меня где-то 5 литровая наверное такая даже не знаю сколько тут литров смотрите сколько я сделала жареных томат раз два три 4 5 6 они по пол-литра в общем кастрюле не знаю 5 литров наверное в ней и все укладываем слоями первый слой картошка так картошечка ну короче картошка потом идет лук сверху идет фасоль стручковая и сверху идет помидоры самом наверху помидоры но так как у меня вообще брюссельская капуста и спаржа то я буду картошку лук фасоль и вот потом спаржа брюссельская капуста и сверху помидоры так что укладываем теперь вот смотрите меня целая кастрюля получилась здесь вот не знаю грамм 100 наверное уксуса уксус обычный у меня виноградный можно яблочный 9 процентный уксус и воды и сколько влезет воды я не знаю сколько ну прям вот чтоб покрыла ну и чтобы вас все это не вылетало ну как о варить овощи ну и солим по вкусу самая фишка в уксусе а и масло оливковое растительное естественно тоже грамм 50 наверное так обязательно оливковое масло и уксус и воды сколько влезет и ставим на огонь на средний огонь в общем чтобы не сильно буль-буль-буль бурлила ну и чтобы варилась до готовности сильно много воды не наливайте потому что все овощи и фрукты фрукты мои овощи дадут сами сок поэтому вот смотрите видите у меня там видно водичка где вот сейчас я ставлю огонь на семерочку закрываю крышкой и пускай они варятся так как овощи когда начинают начнут увариваться то они сожмутся их станет меньше и все и кастрюля будет не такая полу наполнена ну конечно этой кастрюли нам наверное не на неделю эти овощи я я мне так нравится не такие вкусные вообще обожаю именно вот с уксусом я когда думаю с уксусом овощи вареные когда попробовал такая вкуснятина это кто любит овощи вареные ну естественно это будет как гарнир а я наверное даже достану сальмон лосось на завтра и сделаю в микроволновке лосось солишь лосось кружочки лосося солишь перчишь и в микроволновку на три минуты ни запаха ни грязи ничего меня так одна клиентка научила все меня учат вообще как недоучку какой-то но опытом делиться это же вообще классно буду сейчас убирать это безобразие абракадабра безобразие сейчас уберется сейчас все это посохнет и буду разбирать остынут томаты заморожен одно оставлю остальное все заморожу я как на зиму готовлю заготовки странно странно и смешно это уже почти закипает мой ненаглядный боль моя что тут клей делает момент я не знаю а знаю я вот эти пупырышки вот это вот открывашки пупырышки вот эти отвалились я их приклеивала все я знаю все молодец так чаю попить чаю попью сегодня всего лишь один раз чай попила очень мало очень мало этом чая не очень хочется уже скоро лимонад надо будет делать так что вот такие у нас пироги все я на сегодня все управилась я на сегодня все сделала сейчас пойду в эту коробочку уже спрятал то бы моим бабушкам купила журнальчик а то они у меня знаете какие нового нету этот я читала на той неделе да они такие у меня этот я на той неделе читал уже три раза вот чтобы их не слушать купила журнальчик теперь буду буду сидеть отдыхать пылесос не включила я обычно когда ухожу всегда пылесос включаю ну чтобы он не ездил тут и не жужжал на мозги забыла завтра включу куда дыхать овощи готовы это очень вкусно я уже съела одну капустинку брюссельскую видите как она все опустилась все очень вкусно все очень ням ням на завтра буду с вами прощаться до завтра опять рабочая неделя и и и так без до бесконечности что делать не мы такие жизнь такая всего самого наилучшего удачной вам рабочей неделе прибыльной много не работайте ну получайте много всего самого хорошего пока до завтра